МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Администрации Гомельской областной клинической больницы кажут, что в этот год для установки был довольно поспеховым. Некоторые месяцы тому, например, открыли сучастное отделение хирургии позвоночника и драматовали некоторые отделения у дитяческого корпуса. Теперь он операционный блок с обсталеванием опошника поколения. По словам керавницкого Гомельской областной больницы, для завершения у всех запланованных работ с потребица еще каля двух годов необходимо протягнуть ту же реконструкцию дитяческого корпуса и привести его в ответственность за европейскими стандартами поликлинику. Хоть и тем, что отремался зарабить за опошенный час, уже можно гонориться. Той же открытый операционный блок, хоть и лечится одраматованным, а ле по сутностям, это заусим новое отделение. За 8 миллиардов бюджетных рублей, но были обсталевания, аналоги, якому у Беларуси можно перелечить по пальцам выходной руки, лапароскопичная стойка, например. До этого таких у республиции было, у тебя две. Те операции, которые мы проводим в брюшной полосе, без карпеля совершенно, без шовного материала, сокращаются после операционного периода, буквально после, скажем, удаления желтного пузыря, больной может быть на следующий выписан. Преимущество очевидное. То есть это сегодняшний день нашей хирургии. Раньше говорили большой хирург, большой разрез. Сейчас уже этот термин нашел в прошлое. Усе работы параконструкции провели усяху за один год. Достатково степлые термины тлумачатся необходностью оказания медицинской допомоги на больш высоким узровнем. Сегодня у Вогулі прикладна кожная десятая операция, якая выконывается у Гомельской областной клиничной больницы, относится до высокотехнологичных. Для первых, эта личба может повеличиться, тем больше, что прича оказания экстренной и плановой допомоги же храм Беларуси, у Гомеля планують больше активно займаться так само экспортом медицинских послуг. А тому уже в день открытия нового операционного блока у администрации оглушиваются планы по его дальнейшим оснащениям обставлеванием высшайшего класса. Есть планы развития доукомплектования еще операционного блока, но пределу совершенства нет, поэтому будем внедрять еще новое оборудование в этот операционный блок. Сейчас вот база создана, поэтому есть куда внедряться. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель». В областном объединении профсоюза отбылись две падеи, які тышатся молодых людей. Теперь при этой организации будет працовать Молодежный совет. А про шатаго, в этот день урушены еще около 40 посвечений у профсоюзных стипендий. Урушение профсоюзных стипендий в Гомельской области пошлося ровно 10 годов тому. За этот час ответные посвечения отримали крыху больше, как одна тысяча студентов в НУ, наученцев средних специальных вучебных установ, а так само спортсменов, які рыхтуются у профсоюзных спортшколах. По словах керамництва объединения, гэтые стипендии можно лишить признанием перших досягнений у молодых людей в громадском житте, а так само подтримка их планов. Профсоюзные стипендия 2015 Андрей Стешиц, например, марыц стать вядомым оперным спеваком. Я думаю, что в этом направлении очень надо работать. Вот сейчас был оперный конкурс в Минске, проходил в оперном театре. И очень представлена международная программа. Много детей приехало, именно участников, которые разносторонне показали себя. Я думаю, что именно культура, именно классическое еще пение, музыка, она живет именно с такими проектами, с такими конкурсами. Я думаю, что профсоюз этому содействует. Сегодня у Гомельска областного универсальной библиотеки имя Ленина отбудется мероприемство, яким для меня будут молодые. На импрацновники улады Гомельского областного комитета БРСМ и библиотечные установы подведут выники працы форуму молодых инициативов у рамках проекта «Поколение мы» и отмеркуют план суместной працы на 2016 год. Подробности мероприемства глядите у наших наступных выпусках. С 25-го снежня Гомельская ДАИ пошли працавать во узмосненном режиме. Основная увага супрацовников будет нададена деньям пешаходу на дорогах в области. Об этом рассказал наместник начальника ДАИУ с Гомельского облаканкама Андрей Гаркуша. Подчас программы задай пытание уладе на хвалях Радео Гомель+. За 11 месяцев этого года зафиксовано около 500 дорожно-транспортных здареньев, у которых загинуло 89 человек. Это значительно меньше, чем в минулом году. С начала года на дорогах в области затримано больше за 3500 автоаматеров, которые находились в стане алкогольного опьянения. По вине таких водителей загинуло 18 человек, 67 отримали по шкоджению разной ступени тяжкости. Из опыта прошлых лет нетрезвые водители дают о себе знать в эти новогодние праздники. Поэтому в первую очередь, конечно же, еще будет обращено на это внимание. Глядите, сегодня у 18.10 у промом эфира телеканала «Беларусь-2» новый выпуск программы «Диалог». Гость туда и начальник Гомельского областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях Республики Беларусь, полковник внутренней службы Александр Украинец. Свои пытания можно задать по телефоне промого эфира у Гомеля. 77-68-45 С надыходящим Новым годом повиншовали выхованцев Гомельского городского центра коррекционно-развивающего научения и реабилитации. Адміністрация установы разом с больничными клоунами «Фанни Нос» зарабили соправные свята не только для детей, а и для их батьков. Цекавое представление – гульни Дед Мороз и вядомыш клоуны. Зараз у центра коррекционно-развивающего научения и реабилитации с педагогами займаются каля 70 дятей, які мають у гэтым потребу. В атмосферу свята тропляж, ящене переступивши порох установы, упругоженный фасад будинка и ёлка ляувахода. У фойе выстава работ наученца, у актовой зали так само отповедный настрой, новогоднее оформление и дети у карнавальных костюмах. Сегодняшний праздник – удивительное для нас событие, потому что сегодня собираются все наши воспитанники, сегодня здесь родители, которые иногда не могут присутствовать на других праздниках. Больничные клоуны «Фанни Нос» показали спектакль «Клоунские сны». Рассказывающую историю, клоуны не вымовляют ни в одного слова. Трапетти у сны допомагают тени, жесты, музыка и гульни. Такая интерактивная подача робить тое, что отбывается на сцене с разумелым кожному. Раньше мы придерживались традиционной формы выступлений. То есть, если мы говорим про Новый год, то это какие-то текстовые спектакли. Сейчас мы стараемся отходить от этого. Мы практически не используем текст, практически не разговариваем. Мы используем музыку, мы используем тени, мы используем шары, реквизит. И это какой-то такой интерактив, который позволяет, наверное, достучаться до каждого ребенка. Клоунские сны вперед новогодних и калядных святов бачить маленькие пациенты медицинских установ Гомеля, а так само выхованцы школ-интернатов. Усяго больничные клоуны «Фанни Ноус» плануют еще каля 15-ти представлений. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». До 24-го Снежнего у Нермагу Гомель проводится доброчный марафон. К 16-ти до 19-ти годин волонтеры пропановывают усим жадающим принять уделу акции «Цуды на каляды». Зарабить гэта вельми просто – купить любые новогодние подарунки. Цацкие, канцелярские товары, пресс-маки и иншие. Их можно будет покинуть у волонтеров БРСМ и пионеров тимуровцев. А кроме того, можно оказать грошовую допомогу. Перелишить сроки необходимо на доброчный рахунок Гомельской областной организации Громадского объединения Белорусской республиканской пионерской организации у дирекции от Белый инвестбанк по Гомельской области с познакомой «Цуды на каляды». Кабыканность мары дятей необходимо приблизно 40 миллионов. Подарунки отправятся у Мазырский дитяши дом, Брагинский и Кострышницкий районные центры коррекционно развивающего нарушение и реабилитации, у Петраковская державная специальная профессийно-техническая училища закрытого тыпа номер один легкой промысловости. Собрали игрушки, мы собрали сладости, в том числе уже на сегодняшний день на благотворительном счету более 10 миллионов. Ну а потом вместе со всем собранным мы сможем сделать настоящий праздник нашим детям. И на этом по кулисе за развитие подеи сошите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До побочения. Субтитры создавал DimaTorzok